Продолжаем. Остановились на некоторой логике, которая задается в качестве исходных данных для вашей модели. То есть некоторое описание вашего мира с помощью набора правил логических и вероятностных. Соответственно, может быть визуализировано как некоторая таблица, где у вас зашита логика, описывающая логику вашего мира. И заданы некоторые вероятности априорные тех или иных комбинаций вот этих объектов, этой логики, которые описывает ваш мир. И задача состоит в том, чтобы рассчитать недостающие части. В частности, вероятности, которые лежат в комбинациях. То есть те, которые лежат у вас, например, вот здесь. Решается с помощью задачи обычного линейного программирования. Но к нему, например, можно добавлять еще дополнительные условия. Например, вероятность того, что что-то лежит в пределах некоторого окна. Для того, чтобы превратить такое описание в некоторую уже цепочку событий, как вот здесь написано, что 3 основывается на 1, на 2. Вот. Вводятся еще дополнительные условия. Уже байсовская логика вводится. То есть преобразование. По сути, появляется дополнительное ограничивающее условие, которое тоже нужно учитывать в некотором алгоритме оптимизационном. Значит, соответственно, условие такое, что x2... То есть главное условие, что x1, x2 у вас независимо. Это вот отличие предыдущего решения с обычным линейным программированием от того условия, которое налагается методом байса, где есть некоторые исследования, есть причины и следствия. Причина-следственная связь. Вот. В этом случае она дополнительно к линейным ограничениям вводит новое ограничение, которое состоит в том, что появляется условная вероятность, что x2 при наличии x1, x2 при наличии x1 отрицания, да, то есть отрицание, да, оно в обоих случаях вероятность одинакова. То есть что x2 никак не зависит от x1. Вот. Такое ограничение, на самом деле, означает наличие некоторой такой нелинейной зависимости, что, по сути, приводит к тому, что у вас просто появляются дополнительные условия, которые нужно минимизировать, максимизировать. И это автоматически делает вашу задачу оптимизации нелинейной. Если в линейной системе, в линейной задаче оптимизации у вас все более-менее понятно, как ее решать, да, то в нелинейной задаче возникают уже проблемы, как это сделать. Ну, здесь, в частности, предлагается, например, разбить задачу на две части, то есть всю нелинейную часть, связанную именно с вот этим причинно-средственными связями, вынести в одну систему, да, а всю линейную часть в другую. Вот. И, соответственно, на примере, на вот этом примере показано, что большая часть размерности в задаче – это все-таки система линейная, да, которая достаточно легко решается существующими методами, а те, которые нелинейные, их, они ограниченного объема, их можно попробовать решить, например, численно. Вот. Соответственно, такой некоторый скетч того, как может быть устроен логический вывод, да, то есть это задача некоторая оптимизационная. Причем за счет наличия вот таких причинно-средственных связей эта задача становится нетривиальной, потому что появляются некоторые нелинейные ограничения, которые не могут быть легко решены существующими численными методами в какой-то разумный срок с некоторым гарантией, да, то есть в линейных системах вы можете одношаговым алгоритмом найти точку, да, некоторые оптимальные аналитические, то при наличии таких нелинейных связей вам приходится применять численные методы, то есть задавать некоторое начальное состояние, начальную точку поиска, задавать распределение вероятности и дальше итеративным путем пытаться найти некоторое подходящее решение. Значит, все это на самом деле становится очень грустным, даже вот в таких простых случаях, да, когда у вас 2-3 события. Вот, когда событий становятся намного больше, у вас резко начинает расти размерность, то есть задачи такого вывода вероятностного, они, ну, так называемые MP-сложность, то есть полиномиальная сложность в зависимости от числа узлов. То есть как только вы начнете увеличивать количество узлов, у вас сложность просчета вероятностей начинает расти по полиномиальной зависимости, то есть в простейшем случае, в лучшем случае, это будет квадратичная зависимость. То есть на тысячу узлов вам придется сделать там 1 миллион вычислений, условно говоря, да, и так далее. Ну, в реальности, конечно, вычислений будет намного больше, но, условно говоря, размерность системы, да, увеличив размер системы, там, линейно, у вас будет квадратично расти сложность вычислительная. И это, наверное, основная причина, почему эти вероятностные подходы, вероятностные программирования, все, что касается этого вероятностного подхода, оно до сих пор еще пока в таком зачаточном состоянии, потому что, ну не в зачаточном состоянии, но уже в таком достаточно еще раннем состоянии. То есть все остальное, там экспертные системы, нейронные сети, эволюционисты, метод аналогии, он как бы цветет и пахнет последние 20 лет, 30 лет. Вот вероятность и подход очень тяжело идет именно за счет высокой вычтительной сложности. То есть реальные системы, они имеют достаточно высокую размерность, и из-за этого даже на каких-то не очень больших моделях просчет вероятности, он становится просто нереалистичным. То есть у нас на кафере, например, был, есть такой сотрудник, как Тюкин Иван Юрьевич, он очень много по миру работал, путешествовал, вот, и у него была одна задачка, там, связанная с биологией, где нужно было оценивать состояние, ну, реконструировать, по сути, состояние тех процессов, которые происходят внутри живой клетки. Вот, и там до него, например, эту задачу решали в течение трех лет, просто запускали алгоритм на основе данных, да, и он три года считал, вычислял внутреннее состояние вот этой клетки. Вот, соответственно, это просто пример того, что насколько трудоемким может быть этот процесс по-эйсовски, да, то есть несмотря на всю мощность современных компьютеров, там, GPU-ускорителей, суперкомпьютеров, огромное количество задач, вот именно, например, сформулированных в виде вот таких вероятностных сетей, цепочек событий, да, при которых, которые вы не можете просчитать в разумные сроки. Вот, и сейчас, например, огромные надежды накладываются на, там, квантовые вычисления, квантовые компьютеры, которые как раз по своей природе являются вероятностями, то есть они изначально уже, в них заложены эти вероятности, распределение вероятностей, и их суперпозиция этих вероятностей. И как раз квантовые компьютеры позволяют очень быстро решать подобные задачки, реконструирование чего-либо, да, то есть описание, например, модели вашего мира, там, с помощью некоторой сети вероятностной, да, и настройка вот этого квантового компьютера, его элементарных кубитов на, там, отдельные события, там, отдельные, то есть используем вот эту суперпозицию, да, для того, чтобы вычислять итоговую вероятность. Вот, ну, я не специалист по квантовым компьютерам, не могу сейчас однозначно, как бы, провести аналогии, но то, что вероятностный подход, это одно из применений, да, квантовых компьютеров, это довольно такая перспективная, что понятно, что пока квантовых компьютеров еще нет, есть только модели, вот, но тем не менее, к чему я все это веду, да, что, несмотря на всю, ну, как бы, на всю, скажем так, мощь этого инструмента, пока что сказать, что его прям в полную используют, да, полноценно используют, ну, тяжело сказать, потому что всегда напираются, напарываются на проблемы, связанные с вычислениями. То есть слишком долго эти вычисления происходят, слишком капризные пока еще алгоритмы, то есть вам нужно выбирать, вот в этой задаче оптимизации нелинейной, да, вам нужно выбирать начальные условия, то есть в какой точке вы начинаете делать. В этой задаче нелинейной у вас огромное количество локальных минимумов, то есть вы всегда можете неправильно восстановить ваши вероятности, ваше распределение вероятностей. И вот пока еще эта область, она такая наименее, ну, она очень активно математиками исследуется, очень много людей на практике занимаются, особенно в научных, в научной среде, да, это основной метод в научной среде, вот, но пока вот до такого массового применения, там, где-нибудь, в каких-нибудь там системах, да, вот так же массово, как сейчас там нейронные сети, например, используются, или там экспертные системы, пока еще такого вот нет. Вот, но постепенно огонь разгорается, то есть, возможно, через какое-то время все там забудут про нейронные сети, точно так же, как никто уже не помнит там про систему опорных векторов, про вот эти методы аналогии, уже все подзабыли там про генетический поиск, то есть вот из всех вот этих победителей, да, остались там нейронные сети, этих троих, вот, ну, там до сих пор еще логика остается, потому что на ней достаточно мощный, мощный источник данных, как некоторые правила, да, некоторые законы, вот, но уже все, что касается именно данных сырых, да, уже сейчас все перекочевало вот сюда, в основном это нейронные сети, вот, но есть еще огромное вот темное пятно, то есть нельзя сказать, что его вообще нигде не используют, его тоже много где используют, то в 90-е годы многие экспертные системы, они всегда комбинировали в себе и вероятности, и логику, вот, но тогда это были все вероятности, все законы преобразования, они описывались руками, и это было не очень эффективно, вот, сейчас постепенно появляются уже методы, которые позволяют вам из данных получать вот эти вероятностные модели, просчитывать их, за счет, в первую очередь, больших учительных мощностей, плюс развитие алгоритмов, то есть вот те алгоритмы, которые мы тут с вами смотрели, 95-го года, да, как бы оптимизация классическая, они, к сожалению, не работают, слишком сложно их решать, вот, но есть сейчас новые алгоритмы, буквально там, последние 10 лет они появились, но они и раньше были, но тоже были не очень эффективны, это алгоритмы, основанные на, ну, скажем так, метод научного тыка, то есть метод Монте-Карло, по названию казино, он как бы ассоциация с казино, да, то есть вы случайным образом выбираете точки, прогоняете их через вашу, через ваши вот эти логические цепочки, просчитываете вероятности отдельных событий, там, отдельных сэмплов, которые вы здесь выбрали, вот, и таким образом вы методом вот таких случайных точечных ударов пытаетесь реконструировать итоговое распределение вероятности, которое связано с некоторым зависимым событием, событием, зависимым от других событий. Вот, этот метод Монте-Карло, если в лоб просто перебором случайным, да, лучше работает, чем просто метод оптимизации, то есть он уже становится глобальным, он уже не зависит от того, насколько детально у вас эта сеть описана, да, у вас есть только те данные, которые есть, и вы из них пытаетесь делать какие-то выводы. Вот, но, тем не менее, тоже случайный перебор, он довольно трудоемкий. То есть вот та задача, про которую про три года сказал, да, где-то там оценивали. Как раз вот методом такого случайного перебора ее брали. Вот, но есть более уже, есть уже развитие этих методов, это тоже основано на методе Монте-Карло, но уже с использованием некоторых предположений о том, как система устроена. Не система устроена, а как устроена вот эта задача оптимизации, да, то есть там квадратичная, она кубическая, там и так далее. То есть описание некоторой функции. И вот, соответственно, в соответствии с этой функцией тоже случайный перебор, да, но уже такой немного умный перебор. То есть вы пытаетесь уже прислушиваться к тому, что у вас происходит в системе, да, то есть сначала вы прогоняете просто случайные сэмплы, потом постепенно вы накапливаете информацию и начинаете уже более целенаправленно сэмплировать, то есть какие-то резкие места вы пытаетесь чуть лучше прощупать, да, то есть, по сути, аналогия такая, что вы, по сути, прозваниваете эту сеть и вычисляете вероятности, пытаетесь реконструировать эту поверхность гиперповерхность вероятностную. Соответственно, есть более умный, чем просто случайный перебор, да, просто тыкать в произвольные места. Можно тыкать с умом, то есть смотреть, что вы получили, да, на основе этого пытаться какие-то места чуть больше подсветить, какие-то чуть меньше. В общем, да, алгоритмы есть, и это довольно хитрая наука. Там можно закопаться в эти алгоритмы, как они устроены, но, тем не менее, все это развивается, поэтому есть надежда, что вот это направление, оно тоже скоро станет актуальным. Все там забудут про нейронные сети, наиграются с ними. Там, где их можно применить, они их будут применять, а для всего остального начнут переключаться на что-то другое. Ну, наверное, сюда будет переключаться, потому что здесь, помимо просто решения задачи, здесь еще есть некоторые объяснения. Плюс можно закладывать различные условия, логику. То есть, по сути, вы можете, скажем так, описывать некоторую высокоуровневую алгоритм решения задачи для вашей интеллектуальной системы. Здесь вы просто прогоняете данные, получаете некоторую модель, и насколько эта модель хороша, зависит от того, какие у вас данные. Если у вас, не дай бог, ваш пример или ваша задача вышла за пределы этих данных, в которых она была, то, скорее всего, вы получите полную ерунду. Там есть такой мем, как сошедшая с ума нейронная сеть, которую какую-то чушь начинает выдавать. Вот это все вот про вот этот коннективизм, когда непонятно, что вы в итоге получили. Вроде она правильная, то есть она, по сути, подражает тому, что вы ей скормили. Вот здесь уже идет не подражание, а здесь уже идет, скорее, реконструкция. То есть вы описываете модель вашего мира, отмечаете, что вы знаете, что вы не знаете, и с помощью алгоритмов вы пытаетесь реконструировать информацию о том, чего вы не знаете. То есть это гораздо более глубокий метод, более сложный, за ним стоит более сложная математика, чем за нейронными сетями. Ну и на самом деле, я думаю, что за ними будущее. Но пока еще оно не наступило, то есть пока довольно тяжело. Пока это еще не вышло за пределы научных исследований. Есть отдельные простые системы, там система фильтрации спама, например, но пока еще не дошла до того уровня, например, на котором сейчас нейронные сети крутятся, когда они там перемалывают какие-то видеопотоки, в реальном времени что-то там выделяют. Вот пока еще до такого масштаба пока еще не дошло. То есть на масс-маркет пока еще это не вышло. Все-таки это пока еще такие штучные проекты, штучные продукты. Нейронные сети уже стали таким массовым продуктом сейчас. Но опять же повторюсь, что это сейчас все развивается, и возможно мы еще в ближайшее время услышим про метод BIOS. Но если так теперь вернуться к моделям, то есть есть в интернете в свободном доступе такие публичные модели этих BIOS-овских сетей, вероятностных сетей. Тут есть как простые сети, которые там используются в всяких учебных, в учебниках всяких описываются. Например, там сеть образования ракового заболевания, и выбор того, каким методом диагностировать. То есть как он был найден. Соответственно, есть там загрязнение, есть курильщики. То есть, соответственно, заболевания раком связаны с первым, со вторым. У каждого из них есть какая-то априорная вероятность, сколько человек курит, сколько нет. И, соответственно, вероятность некоторой зависимости от загрязнения. То есть живет человек в загрязненном районе или нет. Есть вероятность появления рака в зависимости от обоих этих условий или их комбинации. И есть вероятность того, что этот рак будет обнаружен либо с помощью рентгена, либо с помощью специальных анализов. Это вот такая учебная сеть, которая описывает, простейшая учебная сеть, где в каждом узле задаются некоторые наборы вероятностей. Вот тут есть и другие примеры, например, что сработала тревога, позвонила мэри, потому что сработала тревога, потому что произошло землетрясение, например, либо потому что просто захотелось ей и так далее. Есть более сложные примеры. Например, сейчас посмотрим отдельную статью про вот эту сеть, как она была получена. Тоже как раз применялся метод Байеса, метод поиска структуры в данных. Вот тоже некоторые... Ну, на самом деле здесь речь идет о работе иммунной системы, то есть активации отдельных механизмов иммунной системы в зависимости от раздражителя. Вот и как, соответственно, анализировалось вот этот механизм иммунный с помощью вот этого метода Байеса. То есть такой, ну, пример исследовательская такая задача – извлечение знаний в окружающем мире из данных, что, в принципе, тоже является некоторой задачей интеллектуальной. Да, но есть и более сложные модели. Тут самые страшные, включающие в себя, там, не знаю, тысячи узлов, связи между ними, как бы их даже тяжело даже визуализировать их. То есть, ну, тут, не знаю, получится, не получится, что-то уйдет. То есть какие-то уже страшные тут связи, в которых вот такие всякие модели, то есть тут просто черт ногу сломит. Вот, многие из них были получены в результате некоторых исследований. Тут везде указаны статьи. Очень активно это используется, вот этот метод Байеса в генетических исследованиях, то есть где огромное количество данных, и нужно из них построить некоторую структуру. То есть кто от кого зависит. Вот, соответственно, есть такой репозитор. Ну, сами модели, на самом деле, ничего у них особенного нет. Это просто описание набора переменных. Это либо какие-то категорийные переменные, да, то есть три значения, например, да, дискретные, либо какие-то непрерывные, и потом описание таблиц с вероятностями. То есть таблица истинности, да, там, вот у вас есть два входа, есть один выход, соответственно, условная вероятность, что на входе у вас low-low, да, на выходе будут там какие-то вероятности и так далее. То есть вероятность low-erk такая, вероятность pk такая, да, на выходе будет акт вот с такой вероятностью. Это вот к вопросу о правиле Байеса, да, вот те самые результаты эксперимента, да, как он влияет на ваше понимание системы. Вот таких тут экспериментов, тут огромное количество, да, он описывается с помощью таких вот табличек. Это, по сути, база знаний о вашей системе, о вашем мире, что происходит в этом мире. И задача состоит в том, чтобы, например, ну, либо просто реконструировать такую сеть, вот как мы сейчас посмотрим в одной из статей, либо, например, чтобы, ну, реконструировать, то, что у вас просто есть данные, есть события, нужно понять, как они друг с другом взаимосвязаны, кто на кого влияет, кто на кого зависит. То есть вычислить вот эти вот таблички, да, то есть это, по сути, тоже некоторые знания в системе. Вот, может быть другая задача. Например, у вас много, вот эта сеть уже известна, но, например, в ней неизвестны какие-то отдельные компоненты. И ваша задача по текущим данным реконструировать, то есть оценить, а чему, какие вероятности вот этих, каких-то отдельных узлов в этой сети. То есть вот эти модели, они достаточно универсальны и могут быть использованы в разных ситуациях. Ну, вот чисто пример, да, как одна из таких моделей была получена. То есть это некоторый тоже эксперимент. Тут у них журнал на самом деле Science, то есть один из ведущих мировых журналов научных. Год не такой давний, всего лишь 2005 год, то есть меньше 20 лет. Соответственно, в чем смысл там вот этого исследования было, да, в том, что у вас есть некоторая популяция клеток, клеток, связанных с иммунной системой человека. То есть возникает некоторый раздражитель, некоторые они вводят в своем эксперименте, вводят некоторый раздражитель на оболочку этих клеток и запускается механизм реакции, да, который там упорным трудом там за сто с лишним лет был реконструирован по косвенным данным, ручную. Вот, они пытаются провести эксперимент просто в пробирке, там прогнав несколько раз, специально тут используют методы, то есть, грубо говоря, вводят некоторые раздражители в клетку и наблюдают за тем, как меняется состав внутри клетки, то есть как отдельные гены там активируются, отдельные молекулы появляются, то есть определенная химия внутри клетки, как она реагирует на внешние раздражители. Вот, дальше они используют специальный метод, я его где-то подробно описываю, да, в чем он сейчас стоит, вот они, фото, то есть специальный метод измерения, который позволяет вам вот в этой маленькой ячейке, да, определить состав тех или иных молекул внутри клетки массово. Таким образом, они получают некоторую популяцию данных, исходя из этого эксперимента, и запускают алгоритм построения байесовой сети, исходя из этих данных, то есть кто от кого зависит, что является причиной, что является следствием, и построение на основе этой информации, вот этой вот графической модели байесовской сети, того, какое действие, на какое действие влияет. Вот, соответственно, тут просто приводится пример, да, что у вас есть там событие x, y, z, y, соответственно, есть состояние, когда вы вводите некоторый раздражитель, и вы, например, видите, что у вас есть x, y, вы должны понять, кто из них, что из них причина, что из них следственно, да, то есть они показывают, что когда у вас, грубо говоря, меняется x, то y, по сути, у вас остается, ну, то есть есть какая-то некоторая реакция, да, вводя некоторый x, вы видите некоторую реакцию y, и то же самое наоборот, когда вы вводите y, у вас нет никакой реакции на x, то есть просто ничего нет, никакой реакции. Вот, при этом, когда вы и то, и то возбуждаете, да, там, или вообще без каких-то, без какой-то реакции, да, у вас просто они независимы. То есть некоторая зависимость, корреляцию, да, по сути, они пытаются некоторую корреляцию рассчитать. То же самое в том случае, если вы, например, y не можете измерить, у вас есть только x, z и y. Вы на x действуете, а z, y вы определяете, вернее, измеряете тоже. Соответственно, тоже есть состояние, когда у вас ничего не происходит, состояние, когда вы начинаете на x каким-то раздражителем действовать. Тем самым вы видите, что у вас есть некоторая зависимость x, y, z. Несмотря на то, что вы z, y напрямую не определяете, эти вероятностные методы позволяют вам как бы сквозь y смотреть и видеть, что x зависит, влияет на z. Вот это такой своего рода тоже бонус в этих методах байсов, что в вероятностных методах, что вы можете через некоторые невидимые состояния увидеть влияние. И как раз-таки этот метод используют для того, чтобы потом, например, реконструировать, что из себя представляет y, зная, что вот x действует таким образом на z. То есть некоторый коридор построит того, что происходит внутри y. Вот такой у них эксперимент. И что интересно, что они... Суть их вообще исследования в том, что они попытались таким образом, брутфорсом, изучить влияние вот этих генов, вот этих молекул, как они друг на друга влияют внутри иммунной системы, то есть как устроена иммунная система. И сравнить результаты вот такого автоматического анализа с теми результатами, которые есть в литературе. То есть то, что было эмпирическим путем, вручную, исследовано разными людьми в свое время. И что они увидели? Что они, во-первых, смогли реконструировать практически все связи, которые известны наукой. В науке выявлены отдельные зависимости, кто кого индуцирует. При этом они смогли найти еще несколько примеров связи, которые практически неизвестны в науке. То есть они смогли найти отдельные какие-то статьи, где кто-то когда-то говорил, что действительно, да, есть взаимосвязь между вот этим и вот этим. Но в мировом сообществе пока еще были не признаны. Эти эксперименты пока носили такие точечные характеры. Вот, тем не менее, смогли, алгоритм тоже смог такую зависимость восстановить. Вот, кроме того, алгоритм не смог восстановить несколько связей, но это произошло потому, что тот метод, который использовали эти товарищи, он не предполагал наличия некоторых циклических зависимостей. То есть особенность метода BIOS в том, что здесь не может быть циклических зависимостей. То есть у вас не может, например, замыкание быть. Да, что из чего-то мы начали, да, и в это же вернулись. Соответственно, вот таким образом они объясняют, что они не смогли обнаручивать эти три вещи. Вот, ну, якобы, если применить немного другой подход с некоторым, не только мгновенное состояние клеток рассматривать, рассматривать еще эволюцию во времени, то, соответственно, можно еще и вот эти части восстановить. Вот, то есть смысл как раз этой работы в том, что вот алгоритм смог реконструировать те знания, которые человек там в течение 70 лет, человечество, даже не отдельный человек, а человечество, в течение 70 лет там пыталось по крупицам собрать. Какие-то эксперименты делали там, ручные обрабатывали все это. Вот, то есть алгоритм смог это там обработать там чуть ли не за полтора, что ли, часа, восстановить всю информацию. Ну, понятно, что в первую очередь за счет того, что были данные. То есть они вот применили здесь такой инновационный метод, когда массово измеряется состав, который находится внутри клетки. Ну, понятно, что тут и кусок еще генетических экспериментов, когда там внедряются светящиеся гены специальные в клетки, чтобы как только появился какой-то агент внутри клетки, чтобы определенным образом подсвечивался он. То есть, ну, флуоресцентно. Определенные используются здесь генетические некоторые особенности. Вот, то есть это позволяет, вообще говоря, выявлять, собирать огромный массив данных, которых раньше не было. Эти данные человек не в состоянии обработать. То есть это сотни мегабайт, гигабайт чисел. Человек не может их просто, в принципе, обработать. То есть человеку потреблялось человеку 70 лет, чтобы, во-первых, руками эти эксперименты провести, во-вторых, руками данные экспериментов обработать и, соответственно, писать там статьи, пытаться как-то все это в структуре. Машина буквально за пару часов вывела те результаты научных исследований, которые человек там 70 лет получал. Вот. Ну, дальше тут уже начинаются всякие детали именно химические. Да, вот чисто, например, пример, да, как они определяли наличие связи между двумя элементами. Ну, тут уже, например, вот этих двух генов, да, что они действовали раздражителем на вот этот узел, на ERC, и сверяли две популяции. Те, на которых действовали раздражители, а те, на которых не действовали раздражители. И смотрели вот эти относительные корреляции, да, вот этого ACT и PKA, то есть делают некоторый раздражитель, да, вводят некоторый кусочек там вируса, условно говоря, и им, значит, понять, есть ли связь между PKA и ERC. То есть она здесь нарисована, что от PKA к ERC идет, и вот предположение, да, проверить эту связь. Если есть только в эту сторону связь, то мы ничего не увидим. Если есть связь в другую сторону, да, то, соответственно, мы увидим, что PKA тоже пошевелилась немного. Когда мы здесь потрогали что-то, да, здесь тоже пошевелилась. Вот такая вот простая идея, да. Соответственно, вот у них есть распределение без стимулирования, просто вот в покое, как себя ведет клетка. То есть тут какая-то концентрация, да, чего-то. Соответственно, и есть распределение вероятности. То есть это вероятность того, что вы обнаружите какое-то значение, да, вот этого FOS-факта. Наверное, так, да. Соответственно, как только вы подействовали на вашу систему, у вас сразу произошло смещение вот на вот этом акт, да, то есть он ушел сюда, эффект. То есть терк подействовал не сюда, а терк подействовал сюда. Да, наверное, они вот это сравнили, PKA и акт. То есть на кого она действует? На этого или на этого? Вот таким образом они увидели, что, например, здесь реакция есть на акт, соответственно, связь идет отсюда сюда. Вот они и пунктируем тут написали, связь, которую они проверяли. При этом нет связи, нет никакого воздействия на PKA, ни прямого, ни косвенного, да, то есть концентрации и количество, связанные с PKA, да, они, по сути, остались практически неизменными. Вот, то есть это такой основной метод реконструкции связей между элементами. Соответственно, если вы можете реконструировать связи, вы можете построить вашу байсовскую сеть, то есть построить некоторую структуру. Вот, ну, наверное, по этой статье все. Тут что-то добавить будет сложно. Так, наверное, давайте еще один перерыв сделаем, и дальше будем продолжать уже посредственно, связанно, ближе к нашей теме. Продолжение следует...